Баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон и восточные единоборства. Открытый пару лет назад физкультурно-оздоровительный комплекс в Славянке стал одним из самых посещаемых мест в поселке. На различных площадках занимаются и малыши, и те, кто постарше. Участницы Центра активного долголетия рассказывают, они приходят сюда два раза в неделю. Особенно по душе многим пришелся фитнес. Шикарно просто. У нас даже мест не хватает. У нас много. Да, очередь стоит, потому что Центра активного долголетия у нас 80 человек, а здесь фитнес-зал 20 человек мещает. И я хочу сказать, что у нас желающих отбоя нет. И мы очень хотим, что Олег Николаевич обещал, что возможно у нас будет здесь бассейн рядышком с фоком. Это будет вообще замечательно. Раньше спортивные секции были разбросаны по поселку, да и многие помещения давно устарели. Современный комплекс пустым не бывает. Работает с утра до позднего вечера практически со стопроцентной нагрузкой. И это приносит ощутимые результаты. У нас есть в составе сборной Приморского края по настольному теннису, по дартсу. В прошлом году два наших педагог выполнили и заочи выполнили на мастера спорта звание получили по дартсу. Благодаря тому, что такие возможности появились у округа, появилась возможность представлять достойно округ на краевых и уже российских соревнованиях. А еще здесь кружки по интересам и музыкалка. Творческая половина комплекса сейчас мечтает о более просторных кабинетах. Ведь от желающих отбоя нет. Свои таланты в «Славянке» тоже имеются. В этом году комплекс отметит два года со дня открытия. Напомним, президент России Владимир Путин назвал спорт одним из главных приоритетов государства. Развитие соответствующей инфраструктуры и массового спорта – главное направление регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», утвержденного указом президента.